Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами виноградарство легко и доступно. Тема нашего сегодняшнего ролика – уход за виноградом на второй год. У нас с вами посадки прошлого года начинают расти. Они могут иметь вот такой вид, вот такой. Все зависит от того, какими саженцами вы это садили, как оно росло в прошлом году. Что-то там тоже делали, не делали. И сегодня мы как раз будем с вами разговаривать о том, какие побеги оставлять, какие выламываться, вообще что делать с такими саженцами. Как всегда, много примеров, а много различных ситуаций. Прежде чем мы начнем говорить, что делать, нужно понимать, к чему мы должны прийти. То есть, с одной стороны, мы должны правильно нагрузить куст, убрать у него лишнее. В то же время оставить ту зеленую массу, которую он сможет нормально прокормить. И это сможет вызреть к осени. И к осени в идеале нам надо прийти вот примерно к такой картинке, которую вы видите сейчас. Вот здесь у нас четыре уже одревесневших побега, которые в дальнейшем будут нам служить рукавами. И вот тут будет такая куста формировка. Их может быть, на самом деле, четыре, может быть где-то больше, а где-то наоборот меньше. Вот, например, здесь у нас получается... Я буду сейчас это называть рукавами. Хотя это еще не рукава, это еще плодовые стрелки. Это молодые побеги. Для тех, кто только начинает заниматься виноградарством, кратко. Старую древесину мы называем рукавами, многолетнюю древесину. Побеги прошлого года, которые у нас выросли в прошлом году, и на которых сейчас мы получаем вот зелененькие побеги, на которых гроздочки, это плодовые стрелки. Все, это основная терминология, которую вам надо знать. Более подробно я вам под роликом, нажав кнопку еще, оставлю ссылки на формировку. Посмотрите, тогда вам вообще все станет понятно, что мы делаем и для чего мы делаем. Вот это у нас почти классический пример. В прошлом году рос один побег. Мы его обрезали, и у нас две почки пошло в рост. Вот один зеленый побег, второй зеленый побег. Там еще есть третий снизу. Можно оставить, можно убрать по желанию. Смотрите, вот я вам показала, к чему мы должны прийти. Мы находимся в зоне укровного виноградарства, и нам надо, чтобы вот эти побеги зеленые, которые в будущем станут рукавами, находились максимально близко к земле. Тогда нам будет легко все укрывать и очень легко ухаживать за кустом. Поэтому, если у нас побегов много, то нам лучше всего верхнее убрать, а нижнее оставить. Но первое, верхние побеги, как правило, растут лучше. И смотрите, здесь все в ямке пока что. Специально мы откапывали, чтобы лучше прогревала земля. Вот уровень земли. То есть, вот эти два зеленых побега у нас получаются как раз по уровню земли. Поэтому мы их оставляем, вот они, можно сказать, идеально расположены. Нижний слабенький, можно убрать, но еще одно правило. Не спешите. Чуть-чуть можно подождать, понаблюдать. Вот еще недельку-другую видим, что он у нас остается в росте. Тогда мы его убираем. Если мы видим, что он нормально начинает догонять остальные, то у нас может быть, да, я вам показала, что у одного куста уже как бы четыре. Будем называть их рукавами, да, у второго два. Вот сколько смогли, столько и вырастили. Есть возможность вырастить больше. Куст тянет эту нагрузку, можно выращивать больше. Мы не должны привязываться вот к классической схеме, что только два и все, шаг вправо, шаг влево, побег. Мы делаем так, как вот у нас получается. Бывает иногда вырастает только один. Да, такое тоже бывает. Вот, смотрите, здесь как раз-таки тоже у нас два побега. Вот у нас уровень земли. Все выходит вот из-под земли. Ну, идеальный вариант. Вот, смотрите, этот кустик, посадка прошлого года. Здесь даже уже сложно разобрать, где какие побеги. Может быть, еще плоховато будет видно, поэтому я буду озвучивать. Значит, смотрите, в прошлом году у нас здесь выросло две веточки. Вот там они видны. Такие вот коричневые. И вот на этой у нас считаем. Раз, два, три. Там маленькие. Четыре, пять, шесть, семь, восемь побегов. На вот этом. Раз, два, три. Ну, если еще три, куда не шло, да, то восемь, это слишком много. И смотрите, то, о чем я вам говорила, что верхние побеги растут лучше, да. А нижние, вот они там маленькие. Вот так, может быть, чуть будет лучше видно. Попробуем. Значит, у нас вот из-под земли, из-под земли практически растет, хороший такой, да, вот, почти как другие побеги. Вот мы его оставляем. То, что я говорила, он идеально расположен, низко. Дальше, дальше, у нас идет, ну, вот этот тоже хороший побег. Такой, тоже по размеру нормальный и тоже он низко. Следующий, ну, буду озвучивать, да, вот, вот здесь вот такой, здесь вот такой. Мы его убираем. Следующий маленький совсем, мы его убираем. Вот здесь тоже он растет вообще вертикально вверх и тоже маленький. Мы его убираем. Итого у нас уже остается, да, уже немножко здесь пространство появилось. Остается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Но все равно много. Поэтому давайте, наверное, уберем что-то еще. Смотрите, опять же, вот этот у нас, он тоже почти 25 сантиметров. Вот этот слабенький. Мы его тоже уберем. И пока что, пока что, наверное, остановимся. Смотрите, вроде бы много, но видите, кустик вот начал это все очень хорошо тянуть. Вот прям, прям классно. Поэтому давайте попробуем оставить и посмотреть на него где-то через недельку, через две. Если мы увидим, что рост остановился, значит, будем убирать дальше. Пока что оставим. И смотрите, нам надо вообще, вот если так, пожадничать, да, восемь рукавов. Вот восемь, это более чем достаточно. То есть даже вот здесь получается у нас многовато. Нам надо было бы оставить четыре здесь, четыре здесь. Но тоже смотрим вот этот вот, вот этот побег. У нас здесь три, два хороших и один поменьше. Да, он ниже к земле, но он поменьше. Смотрите, что мы делаем. Мы его убираем. И если мы сейчас вот эту часть оставим вот так вертикально, то что мы получим? Вот это будет утолщаться, будет такой штамбик маленький. И от него очень неудобно отходящие рукава. Ну, неудобно они растут. Если вдруг вы так сделали уже, да, у вас уже так выросло, то тоже будем думать, как исправить. Не надо делать из этого трагедию. Я вот очень не люблю такое, когда все, чуть-чуть что-то неправильное сделали, ай-яй-яй, все пропало. Не все пропало, все можно исправить. Но смотрите, что мы делаем. Я вот такой крючочек. Я придаю этому побегу вот такое горизонтальное положение. Вот, сейчас он тоненький. Смотрите, картоночку сюда. Откладываем. Вот. Сейчас он тоненький, он хорошо гнется. И мы вот здесь получим рукавчик. Вот здесь получаем красивые плодовые стрелочки, которые идут ровно в том направлении, которое нам надо. И потом это все будет прекрасно наклоняться, укрываться и легко ухаживаться. Всего лишь маленькое действие. Вот при шпиле к земле. Все. А то же самое мы с вами сделаем и с другой стороны. Вот с этим вторым побегом. Мы его пронормировали. Хотя здесь у нас, видите, вот эти два, они у нас шикарно расположены. И тоже вот они сюда пойдут. Ну, а пока что мы немножко жадничаем. Вполне вероятно, что у нас, вот, кстати, смотрите, еще кое-что не выломало. Вот. Вот большой, а вот тут малюпас. Убираем. То есть пока мы немножко пожадничаем и оставим. Потому что еще какой момент. Винограда все время идет в соотношении вверх-вниз. Если мы даем возможность расти большому верху, у нас будут развиваться корни. Если мы все здесь поубираем, то корням, как бы, тоже нечего особо будет питаться. Оно все взаимосвязано. Значит, это мы тоже пришпиливаем. Так. Вот. Не хочется этой стороны. Делаем с этой. Вот так. И наблюдаем. Вот что у нас получилось. Наблюдаем за этим недельки-две. Смотрим, как оно будет расти. Будет расти хорошо, но замечательно. Конечно, тоже нам столько много не надо. Здесь. Ну, посмотрим. Если растение тянет, пусть развивается лишнее. Например, осенью мы обрежем, ну, к примеру, вот так. И получил вот усиленное плодовое звено. Раз, два. А это у нас пойдет на будущее рукава. То есть вариантов может быть несколько. Ну, будем смотреть. Вполне вероятно, что что-то еще уберем. Например, вот этот. Да. Ну, лучше вот этот убирать, если мы говорим о, допустим, вот этом. При том, что вот этот побег, он даже длиннее немножко. Поэтому мы уберем. А, скорее всего, этот. Ну, пока подождем. Вот, смотрите, то, что я вам говорила в предыдущем случае, что будет штамбик. Вот у нас штамбик получился. Вот старая древесина. Вот мы оставили вот этот побег. Конечно, с такими вещами тоже можно работать. Вот пару минут назад я вам говорила, что не надо бояться. Прям все, все не так. Ну, так получилось, так получилось. Можно работать. Тем более, тут вот снизу идут побеги. Можно всегда это заменить. Но все же желательно, чтобы у нас вот таких вещей не было. Вот. Вот идеально отходящие. Рукава и плодовые стрелки. Вот этому кустику уже третий год. И вот смотрите, опять же, да, что получилось. То есть, в прошлом году вот стволик от него, две почки отросло. И очень они нам тут, ну, как-то не очень, да? Опять же, что мы получаем? Вертикально вверх растет и получаем неудобицу. Все то же самое. Наклоняем. И здесь тоже смотрим, что нам нужно убрать. Вот двойничок. Двойничок нам тут совсем мешает. Поэтому мы его уберем. И потом, скорее всего, что мы оставим на плодовую стрелку вот этот побег и вот этот побег. Так, здесь, смотрите, этот какой-то непонятный кривой. Этот слишком вертикально, хотя тоже, ну, бывает, ну, как бы мы не извращались, да? Как бы мы не наклоняли, все равно оно растет не так, как надо. Вот он поднимется вот досюда, да, до проволоки. И мы тоже будем его передавать немножко наклонное положение. Так вот это-то берем. И все. Вот этот тоже маленький, он не нужен. То есть, если мы работаем с этим вовремя, то проблема не будет проблемой. Все решаемо. Ну, точно так же со второй стороны наклоняем. И здесь у нас вот маленький побег, который не какущий. Ну, и здесь вот двойничок тоже убираем, тот, который вот в данном случае более слабенький. Вот один у нас такой потолще, получше, второй поменьше, потоньше. Все, мы его убрали. Вот здесь еще, не знаю, видно ли, тоже какой-то полудвойничок. Уже удалим. И наблюдаем. Может случиться так, что вот не потянет. Ну, значит, уберем что-то еще. Вот с этим всем мы будем работать весь сезон. Ну, не весь сезон, но я думаю, что где-то до середины июня. Может быть, даже чуть больше будем смотреть. Ну, здесь становится еще интересней. Эта зигиреба был слабый совсем саженец, которым мы решили посадить себе. Ну, вот некогда было им заниматься. Причем садили это вот из пророщенного черенка, по-моему. Что-то было слабенькое, несуразное. И опять же выросло вот тут вот, смотрите. Раз, два, три, четыре, пять. Какая-то вот такая вот ерунда выросла у нас. Конечно, вот этого всего много. И, как правило, вот такие вот вещи, они пугают. Что с этим всем делать? Ну, давайте разбираться понемножку. Кстати, интересно, везде плодушки. Вот, какой молодец. Так, нам надо зигиреба еще сорт слаборослый. Всегда учитывайте вот этот момент. Почитайте характеристики, потому что есть сорта сильнорослые, мы с ними работаем одним способом. Их надо больше нагружать зеленой массой. Сорта слаборослые, к ним немножечко вот другой подход. Их лучше нагрузить меньше. Потому что, опять же, наша задача в первые годы вырастить не вот такую вот, да, вот такой вот, не суразицу тоненькую, а хорошие победни, толстые, которые будут служить для нейшим хорошими проводниками. Пока обрезала вот эти вот рожны, чтобы они нам не мешали. И смотрим. На вот этом побеге у нас есть два молодых побежика. Примерно одинаковые. Смотрите, вот уровень земли вот-вот он. Вот он. То есть, в принципе, здесь один в одну сторону смотрит, в другую в другую. Ну вот. Пока там непонятно. Ладно, берем второй. Здесь будет проще. Один хороший побольше, второй поменьше. Все, поменьше убираем. Вот когда вы сомневаетесь, когда у вас такое вот, я называю это кудло, да, то идите как бы от простого к сложному. Сначала убираем все, что нам вообще никак не годится. Вот даже вот взяли побег, смотрим. Вот маленькая не годится. Вот там внизу тоже маленькая не годится. Тем более, что у нас много маленьких, вернее, много всего внизу есть. Так, дальше смотрим. Вот на этом побеге у нас. Вот раз, два и третий снизу. Он хорошо направлен, но он такой получше. Эти поменьше. Все, вот это убрали. Один оставили. Хорошо. Идем дальше. Здесь у нас, на этом побежике, вот, раз, два. Один больше, один меньше. Поменьше удаляем. Так, уже, уже проще, да? Идем дальше. Значит, здесь вот, вот это вот. Один побег, да, вот у него вот сюда. А вот там у нас, вот, тоже один и второй. Смотрит. Давайте будем пробовать немножко приближать. Может быть, не совсем где-то будет видно, но будем что-то воспринимать на слух. У нас получается. В эту сторону есть, в эту сторону есть, в эту не особо есть. Ладно, пока оставим, посмотрим. Идем вот сюда. Смотрите, у нас вот хороший, просто замечательный побег. Ну, чуть-чуть он как бы в стороночку, но его можно немножко завернуть. И вот большой побег. Тоже как бы он хороший. А дальше идут малыши. Все, малышей убираем. Так. Вот этот у нас, конечно, хорошо расположен. Но с другой стороны, ну, слишком много. Все, давайте его уберем. Итого у нас остается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Много. Так. Давайте мы вообще вот этот вот. Ну, не мешает он нам. Удалим. Или нет. Эти два сюда. Вот этот в эту сторону, вот этот в эту сторону. А вот тот там внизу маленький. Все. Мы его уберем. Итого у нас остается два, четыре, шесть. Уже лучше мы с вами хотим прийти к четырем. Но если очень боимся, можем оставить пока что пять. И потом решить. Опять же смотрим. Два туда. Один сюда. Ну, вот этот вот, он вроде хороший, но как-то пока непонятно. Вот этот неплохой. А вот этот у нас выходит, ну, ни туда, ни сюда. Вот мы его убираем. И, в принципе, можем вот прям вот этот вот тоже убрать. Все. Чтоб он нам не мешал. Все, картинка становится понятной, ясной. Да, но вот я все-таки пожадничала, оставила пять. Ну, через недельку приду, и было мы, скорее всего, что вот этот. Оставим четыре. Для этого сорта, для этого кустика этого будет вполне достаточно. Ну, смотрите, здесь тоже непонятно такой кустик. Да, вот-вот, непонятно, что тут, как растет уровень земли у нас. Вот так. Но, опять же, вот, например, есть замечательный побег. Да, и вот по сравнению вот с этим. Ну, наверное, выламывать его будет нерационально. Оставляем так, получаем штамп. Берем. Пригибаем. И все, он начинает расти. Только чуть-чуть. Даже, даже если надо, вот, мы еще в этой плоскости можем его немножечко вращать, скажем так. Вот, все у нас будет расти так, как нам нужно. Потом чуть-чуть поднимем, если надо. И все, здесь, ну, видно, что кустик хорошо рос в прошлом году. Поэтому, что вот это однозначно оставляем. Ну, там маленький можно убрать. Этот оставляем. В принципе, оставляем все. Там он только совсем малыша. Убираем. А потом наблюдаем. Видим где-то отставание в росте. Начинаем более мелко убирать. То есть, очень важно смотреть именно за состоянием куста. Можем где-то оставить, больше, ну, оставляем. В принципе, вот, ну, как бы, если стоит вопрос, убираясь, смотрите, опять же, вот эти два побега, примерно равнозначные, нижний нам удобнее. Вот у молоденьких нижний удобнее, значит, уберем вот этот. И, в принципе, получаем, ну, пять, да, два, два, еще один. Нормально, вполне. Ну, вот, смотрите, пример, вот, только один. Проснулся побежек. Ну, один и один. Значит, будем работать с одним. А вот, приинтереснейший пример, который ломает всю систему, да, такой рогатик. Мы его купили саженцем, годовалым прошлой осенью, и вот прошлой осенью посадили. Ну, вот, получается, вот такое вот непонятно что, да, и что с этим делать. Уровень земли, вот, чтобы было лучше видно, вот, вот он будет чуть выше. Вот этого всего. Идеально расположен вот этот побег, очень хорошо расположен вот этот побег, да, вот у нас как раз пошел уровень земли. Вот это можно наклонить, вот это уже не наклоняется, вот эта часть. Но, как я говорила, зеленые побеги мы можем придавать несколько наклонных положений, и, в принципе, тоже все неплохо. И по нагрузке у нас здесь два, четыре, шесть, семь, восемь, девять. Девять побегов. Второй год, да, в классике. Два мы оставляем, но можно четыре. А на самом деле, тоже обратите внимание, что вот эта лоза не самая тоненькая, да? То есть в прошлом году он прекрасно рос. Поэтому можно оставлять все восемь, пробовать, по крайней мере. А дальше посмотреть, понаблюдать. Единственное, вот у этого двойничок есть. Вот я двойничок точно убираю. Ну, опять же, вот эти вот почечки, они пока что очень удобно расположены. И я бы предпочла, например, вот эту, хотя она вертикальна, да? Ну, можем нагнуть. Вот это хорошо, вот в ту сторону идет. У нас как-то все пошло вот сюда, да? А в ту сторону мало чего. То есть она неплохо пойдет туда. Вот в данном случае можно подождать. Основная мысль, которую я вам сегодня хотела донести, не бойтесь. Основная мысль, которую я вам сегодня хотела донести. Не бойтесь совершать ошибки. Не бойтесь, если вы видите картинку не такую, как где-то в учебниках. Виноград об этих картинках не знает и растет так, как у него получается. Плюс погодные условия, плюс еще много-много всяких различных факторов. Наша главная задача понять принципы, как нам его выращивать и наблюдать. Дальше он все подскажет и вскоре стерд благодарит нас урожаем. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку «Еще». Ссылка на каталог наших сортов винограды и наши контакты. И до новых встреч!